Сегодня впервые в программе «Правда-24» Александр Иванов. Но я должен наметить, что для Александра Иванова это и есть первое появление на телевидении вообще. Никто его не видел, потому что речь об Александре Александровиче Иванове. Здравствуйте, Александры! Прошу вас. Здравствуйте! Садимся. Александр Иванович, скажите, что это? Скажите, товарищи. Здравствуйте! Хей! Хеллоу! Хеллоу, бэби! Саша, хотел начать разговор, когда узнал, что... Не, можете прямо в очках оставаться. Рой Орбисоны. Он не хочет. Понятно. Он хочет видеть собеседника. Хотел вот начать с такого вопроса, кажется, типа, где новый материал? И здесь я вижу, какой новый материал. Новый материал. И какой потрясающий совершенно... Работаем над более новым материалом. А, вот так вот, да? Да, Светлана Алексеевна? Мы работаем. Все ставили сразу раскрыты. Ну что, будет дуэт семейный Александров-Иванов? Мы работаем над этим. Год тому назад, на фестивале, ну, таких русских вечеров в Бенедорме, этот молодой начинающий артист взял гитару, которую ему подарили, такую испанскую гитару. Ну, это была взрослая гитара или игрушечная? Игрушечная. Ну, она для кого взрослая, для кого игрушечная. Стало легче. Вышли на сцену. Стало легче. И сначала было непонимание, потому что все было очень активно, мы работали. И он так из-за угла так мне показывает, типа, все нормально? Ага. А я понимаю, что все нормально, но как бы парень-то, он же хочет папку подержать. Я говорю, нормально. Он так мне так, типа, все клево? Я говорю, клево. И там потом на колено, и в стиле Ангуса Янга, там, и ребята тоже упали. Откуда знает как? Откуда знает, что надо на колено? Там же с детства все смотрелось. И на домашнем видео, и на центральных телевидениях. Поэтому для него как-то это нормально. Александр Александрович, я обещал, что кошка будет. Йо-хо! Форево, бэйби! Ой, котик! Вот, это котик Маша, да. Мы ее отдадим кому-нибудь. Кто захочет, мы отдадим. Давай с ним познакомимся. Мы отдадим. Да. Это Маша. Ты куда? Ты это погватила, Сашу? Да, можно. А все у мамы спрашивают. Смотри, у отца игнорируют. То есть нет, чтобы у отца спросить, он спрашивает. Он очень любит животных. А музыку? Как с музыкой у нас обстоят дела? А это к нему вопросы. Какая твоя любимая песня вообще, скажи мне? Нет у тебя любимой песни? Как нет? Ты маме постоянно просишь поставить там машине. А что ты знаешь про группу Ронда? Ты слышал когда-нибудь? Это давно была такая группа. Не слышал ничего? Отец не рассказывает. Значит, отец не рассказывает. Ты рассказывал, все знает. Отец слил перегатив. Саша, а как же песня Москва, там, не знаю, «Моя миловская русь». Папа, я хочу тебе кое-что сказать. Да. Ну, мы были в Испании. Боже мой. Так. Все тайны сейчас узнаем. Мы были в Испании, пошли. Саша, я тебе абсолютно только очень сильно прошу, не рассказывай пин-код нашей кредитной карты. Вот это самое главное. Чтобы ты не рассказывал все тайны, которые... Понимаю, это о чем речь-то. Конечно. Мы бы спросили, что это такое пин-код? Можно? Я не рассказывал. Что у нас там? На какой машине мы ездим? Где мы живем? Какая вилла, там, квартира? Подожди. Мы были в Испании. Так. Пошли в аукционы, тихо-тихо. А потом мы сели на машины. Мы просто очень любим шумахера и гоняем иногда на багги, на всевозможных картингах в Испании. Понятно. А здесь нет? Здесь не гоняем? Здесь? Здесь, кстати. Вопрос. Здесь не гоняем? Здесь? Да. Еще как гоняем? Еще как гоняете? Хорошо. Ну, нет, действительно, давай поговорим, какие перспективы у Александра Александровича в смысле шоу-бизнеса? Голос есть? Ну, мы стараемся по мере своих возможностей давать все то, что может человеку как-то открыть этот мир, для которой, ну, для него, который является чем-то таким новым, загадочным. Садись, садись. И мама наша, слава Алексеевна, и я, и бабушки там все, и все те, кто рядом, они стараются просто ему это открыть очень дозированно и в соответствии с его возрастом. Ну, что мне нравится, что вот он ко всему относится... Здесь дискотеку. Танцы. Сейчас у него танцы. А вообще, на самом деле, он парень такой у нас увлеченный. И вот сейчас, опять же, для того, чтобы было какое-то становление, какое-то фундаментальное его... Становление. Становление, ну, как бы здоровье, все то, что нужно необходимому мальчику в возрасте. Сейчас и дзюдо, и карате мы пытаемся... То есть, опять же, по папинам пошел стопам в известной степени, нет? Ну, а что нам что-то изобретать? Когда пришло понимание, что будешь артистом, профессионально? Ведь в те времена никто, в общем-то, не понимал, как вырулиться с жанром выбора. Ну, если честно, такого понимания это и не было. Было какое-то понимание, что вот на тот период времени, когда это приходило, там, хотелось девочкам нравиться. Ну, да. Вот, ну, как завоевать эту красавицу, да, когда рядом, а я так, будучи, там, дзюдоистом, а рядом были и баскетболисты, и повыше, и посильнее, вот. Поэтому, когда брат оставил гитару, то есть, вот, была возможность, где-то спев у костра в походе, была возможность завоевать сердце. Скажи, что я считаю, что я все-таки все поняла. Это на свои тайны, там. Я понимаю, да. Тайны Ивановых. Поэтому, конечно, на протяжении, там, какого-то длительного времени приоритеты были разные, и желание заниматься музыкой было в разные периоды по-разному. То есть, сначала, там, как-то завоевание той самой красавицы. Ну, да, да, да. Недалеко, кстати, здесь, на Марииной Росковой, на втором Евсково поле. Да, мы на улице справа, да. Да, школа, прямо рядом здесь. Я, кстати, сюда часто приходил, и мы здесь тусовались везде, и прогуливали школу недалеко от циркового училища. Поэтому мне этот район очень знаком. И, ну, важно было как-то самоутверждаться. Поэтому с позиции, конечно, вот той самой красавицы, которую хотели завоевать всем классам, всегда были мысли, а как, каким образом. Ну, все спортсмены, все там великие, все мастера спорта. Поэтому, конечно, бралась гитара, исполнялась какая-то композиция в лесу или там в походе или где-то. И девушка обращала на тебя внимание. Ну, а вот, допустим, в сценической деятельности когда-нибудь дзюдо пригодилось? Бывало такое, что приходилось вспомнить навыки? Ну, опять же, это кондиции, потому что на сцене иногда в течение трех-четырех часов происходит большая самоотдача. И много каких-то, не знаю, лично я применяю каких-то гимнастических там всевозможных растяжек, там, шпагатов, кульбитов. До сих пор так иногда хулиганирую, и хочется удивить людей, которые пришли на твое выступление. Поэтому, ну, какие-то элементы остались, и в зависимости от того, как ты чувствуешь, что тебе хочется, ты как бы пытаешься удивлять. Поэтому периодически что-то такое еще происходит. Правда, последние пару таких гимнастических поокончились там госпитализации. Серьезно? Ну, да, было какое-то, что было порвано. То есть это производственная травма? Это на концерте, на репетиции, когда это случилось? На концертах, да, иногда случалось. И вот, в частности, в Новороссийске там огромное количество шнуров на сцене. То есть голеностоп был так серьезно поврежден. Это когда произошла вся эта история? Несколько лет назад? Ну, месячишка назад. А, всего? То есть это буквально недавно было? Да, да, да. И надо сказать, что хороший, прекрасный артист Дима Билан, одевая со своими друзьями, поставил какие-то стаканы, и на один из них я сел. И пропорол себе там все. Ух ты. Вот. Слава Богу, в хорошем месте пропорол. Не в том самом главном. Но вот как-то случаются иногда какие-то вещи, которые ты не можешь для себя определить, почему это произошло. Ну, вот голеностоп, конечно, до сих пор там мажу какими-то кремами, стараюсь восстановить ногу. Главное, что на голосе, на знаменитом Ивановском бокале не отразилось. Что, Саша? Слава Богу, что с попой все нормально, Саша. Что с попой все нормально, Горь. Конечно. И все очень нормально, на самом деле, я обратил внимание с то, что называется с упаковкой контента. Я вообще не знаю у нас артистов, которые столь продуманно подходили бы. Вот, конечно, вот это не видно, что это голограмма, но просто очень любовно оформлен материал. Кто этим занимается? Ты сам решаешь, что это будет? Занимаюсь я этим сам. Есть у меня большой друг в компании CP Digital, это центр по партнершипу, Константин Бинау. И вообще вот моя дружба с партнершип, с компанией, которая на протяжении очень длительного времени очень-очень классно относится к сотрудничеству с голливудскими лучшими кинофильмами. всегда очень креативно относится к оформлению. Я считаю, что твоя жизнь и твоя работа, она, как и у писателей, она связана с тем, что ты можешь подарить своему товарищу на день рождения. А, вот для этого понятно. Не Бентли, не Мерседес, а хорошую свою качественную работу, которая поставится с книжечками на полочку, и твой друг всегда будет помнить о том, что ты... Еще один семейный секрет. Тот поступает мудро, тарам-парам, тарам-парам, на то оно и утро. Да. Поэтому вот... Он сказал, папа не рассказывает про олигархов, но сейчас будет вопрос про корпоративы сразу. Было принято решение для того, чтобы как-то сохранить свою историю. Нет. Нет. Ну и так тоже. Оставить как-то всю ретроспективу на хороших оформленных дисках, и чтобы это у друзей стояло на полочке, и все знали, что Александр Иванов и группа Ронда она была, есть и будет. Ну, как-то вот хотелось оставить для друзей хорошую память. Что было сделано не точно, и не бывает так, чтобы не было ошибок. Вот если сейчас смотрим на историю с Рондой, были какие-нибудь кадровые решения, или стратегические неверные, или все вот идеально, то есть если бы снова сыграл бы эту тему, то просто было бы как по тем же нотам. Ну, тут идеальных вещей не бывает. Поэтому, конечно, те люди, которые так или иначе на определенном отрезке времени помогали и делали классную музыку вместе со мной и с моими друзьями, жизнь разбросала всех. Кто-то уехал в Америку, а кто-то уехал в какие-то другие страны. Уехали работать по, скажем так, к основной специальности или нет? По-разному. По-разному. И здоровье кому-то не позволяло остаться в этой стране. В частности, тому человеку, который создал группу Ронда, Михаилу Литвину, а ему требовался донор. И в далеком 88-м году Михаил был вынужден уехать в Лос-Анджелес. Другие музыканты. Жизнь, она как-то все так расставляет и для кого-то устраивает так, как, наверное, необходимо человеку вот именно в данное время. В зависимости от здоровья, от каких-то семейных обстоятельств, от вещей, которые... Вот на сегодня ты понимаешь, что тебе важно принять какое-то решение, которое поможет и тебе, и твоей семье. Ну, вот решение с Ронда, я имею в виду... Я правильно понимаю, что именно с подачи Хафтана Иванов стал солистом Ронда? Или нет? Или это легенда? Ну, скажем так, что на протяжении очень длительного времени с Женей были прекрасные отношения, с Жаной Агузаровой на тот период времени. Я был тогда руководителем экспериментальной молодежной студии ИВМ в коммуне, дворец культуры коммуна, который на Тульской находится. И у ребят, ну, тогда были какие-то недопонимания с властями. У Жанны там, по поводу ее паспорта, она же была, да Ивана Андерс. Да, Ивана Андерс, да. Ивкой мы ее тогда все звали. Вот. И я просто помог Жене с базой, помог с аппаратурой. Так. Вот. И благодаря моему хорошему другу, когда был просмотр на предмет участия в большой программе, в которую тогда входили лучшие коллективы нашей страны, и Константин Никольский, и Мастер, и Браво, и Зеркало Мира, там много было коллективов, возглавляемый Валерием Гальденбергом, нашим великим продюсером. Вот я прошел прослушать диван. Ну, то есть это было по совету Евгения вообще? Да, Женя помог, за что ему русские пахнуты. Он порекомендовал тебя им, или он тебе сказал, что вот нужен солист там в группе? Женя мне просто позвонил и сказал, что требуется солист для Михаила Литвина и для группы Ронда, не хочешь ли ты прослушаться? А я тогда работал в Пензенской областной филармонии у господина Мигули в группе Монитор, и не все происходило так, как мне хотелось бы. Хотелось опустить там некоторые моменты моего участия в этом коллективе. И я просто принял решение, что я обязательно постараюсь быть частью этой программы. Рок-панорама. Потому что программа была призвана снять Московскую областную филармонию с задолженностей перед государством. А там был какой-то хозяйственный такой момент? Там огромное количество было народных коллективов, классических коллективов. И задача была снять с задолженности возглавляемые господином Гераусом тогда. И где-то через год, благодаря и Валерию Гальденбергу, и той команде, которая была создана, а команда была очень большая, со своим звуком, со своим светом. Мы гастролировали, давая по 30-40 концертов на стадионах. Гастролировали по всему Союзу? По всему Союзу. За эти годы как изменились музыкальные пристрастия Александра Иванова? То есть вот слушаем ту же музычку, на которой мы росли, или сейчас что-то другое? Что ты сейчас слушаешь? Да нет, я все слушаю, все то, что для меня является какой-то вкусной пищей. Ну а что удивляется вкусной пищей? Да, все удивляет. Но я как-то приверженец такого хендмейт, то, что руками создано, а не компьютерами. Поэтому, хотя есть какие-то эксперименты и в этом направлении, но я как-то больше для себя. Черпая вот из 70-х, из 80-х, это и Том Уэйтс, и то экспериментальное, что сегодня дает как бы какую-то пищу духовную, и в экспериментальном варианте, в акустике там много интересного. Ну, то, что уже имеет живую материю, то, что уже имеет живую материю. Мне это все очень интересно. А себя слушаешь? Рондом? Только на протяжении вот создания какого-то материала. Ну, то есть просто рабочий момент? Рабочий момент, да. А так, чтобы там как-нибудь вечерком там DVD поставить, ну, хорош, ну, хорош. Нет такого, да? Нет, прикалываться от себя в зеркале, я нормально. Да? Ну, а ведь это же помогает работать над такими, ну, тем же самым сценическими движениями, или нет? Или ты прекрасно понимаешь, как это выглядит? Через два, через три года, как правило, после создания какого-то материала, ты отсматриваешь это, чтобы оно осело, как буря в стакане, и так немножечко со стороны на это смотришь, и понимаешь, где ты сделал что-то правильно, где ты угадал, там, во времени, в саунде, в каких-то своих там ощущениях, а где, вот, дружище, извини, не угадал. Знаешь, я вот могу сказать, что я в музыке не разбираюсь, и сказать, что ты сделал правильно или неправильно с точки музыковеда не могу, но вот это ты сделал очень правильно. Это мое лучшее произведение. Да, вот это абсолютно правильно. Что нет? Нет, ну ты скажи, что сейчас мы с тобой прикалываемся. У нас кода всегда в передаче «Игра в правду». Дружочек вообще настоящий. Выглядит. Значит, Александр Александрович будет вынимать фишку отсюда. Да, так, точно. Определенного цвета. Это мы все очень любим. Да, и ты такого цвета, как фишку, Саша, вытянешь, берешь карточку, на карточках написаны вопросы, здесь они по группам, 4 группы вопросов. Вот, вопросы не про музыку. Бывают очень, очень-очень бывают интимные. Интимные? Да, если что-то... Александр Александрович, он в курсе интимных вопросов. Давай, вынимай одну фишку. Некоторых. Для папы. Так, голубую вытащил. Ну, любую, любую, любую голубую теперь карточку, Саша. Вот эту возьмем? Ну, давай возьмем, да. Так, какие ошибки допустили родители в вашем воспитании? Я думаю, что, во-первых, это как-то, не знаю, насколько это этично говорить... Можно не говорить. ...о своих родителях, какую ошибку они допустили. Но я думаю, что, когда папа первый раз взял... Кредитную карточку. Папа взял кредитную карточку. Это было бы прекрасно, если бы где-нибудь в 51-м году он взял кредитную карточку, и у нас вообще было бы... Какую карточку? Нет, я думаю, что, когда баян взяли в аренду и дали мне в руки баян, вот, я думаю, что родители были неправы, что они настояли, чтобы этот баян задержался в нашем доме. Как-то вот они поняли, что я вот там, раздувая эти меха, вот, они не совсем угадали, что гитара и какие-то другие музыкальные инструменты стали основой. всей моей жизни, всей философии. Я думаю, что если бы был бы все-таки баян и аккордеон... Сложилось бы по-другому? Это было бы правильно. Это было бы правильно. Какой ответ вообще? Первый раз на такой вопрос слышу, такой ответ нет. Давай, давай, Саша, еще вторую. Так, белый, это свободный вопрос, это значит, я выбираю... Белый? Не, не, свободный вопрос написан. Да, то есть это... На самом деле, я должен придумать, но мне ленивый, поэтому я вот просто первый попавшийся... Так, вы когда-нибудь копались в вещах своего партнера без его ведома? Никогда. Да, ну, конечно, она здесь рядом сидит, конечно, сейчас скажу, что... Мне партнеров по жизни было много. И никогда никогда не копались. Я всегда понимал, что есть всегда где-то эта скрытая камера, которая обязательно это зафиксирует. Нафиг надо. Правильно. А камера она и есть. Я думаю, что обязательно есть даже там... Абсолютно точно. Самая важная камера, которая обязательно снимает, и потом эти картиночки из прошлого составляют твою кинопленочку. Всего того, что ты делал, или мне как-то всегда было стыдно и неудобно, даже если очень хотелось заглянуть туда. Да, отлично. Никогда не хотелось. Ну что, Александр, последнюю, третью, крайнюю, крайнюю, как надо говорить. Саша, ну ты хоть мой цвет-то вытащишь или нет? Ты вытащишь? Ну ты дай или нет? Так, снова голубая. Снова подумать. Александр, выбирай любую голубую карточку. Любую. Какая-то девочка валяется. Вот это вытягиваем? Вот это нормально? Вот это? А, он другую захотел. Он вот эту. Он сделает. Так, вы завидуете своим более богатым друзьям? Ой, вы знаете, нет. Вот все, что уж касается зависти, здесь скорее радость за них, за их успех. Вот как-то, слава богу, папа, мама заложили во мне, мне кажется, самая главная основа всей жизни, не завидовать, а присутствовать при этом успехе и какая-то помощь, там, не знаю, советам каким-то. Нет, вот зависти у меня никогда не было. И я думаю, что это такой постулат, самая главная основа в моей жизни, никогда никому не завидовать, а просто присутствовать с этим рядом. Я даже не знал, что ты такой положительный во всем. Александр Александрович, скажите мне, а вы кому-нибудь завидуете? Кому? Кому. Ну, скажи, кому ты завидуешь? Маме. Маме? Почему? Потому что у мамы есть такой прекрасный сын, да, поэтому... Нет, это... Ты должен раскрыть этот вопрос. Это на самом деле вполне, вполне аргумент. Это все серьезно, можно чекать? Да, конечно. А почему ты маме завидуешь? А, вот в чем дело. Потому что у мамы есть такой папа. А, вот это, вот это аргумент, вот это абсолютно семейный аргумент. У нас эксклюзив сегодня был, потому что впервые мы увидели Александра Иванова. Александр Иванович Иванов, восходящая звезда. Российского шоу-бизнеса при всем нашем отношении к этому слову. Российского нефти-бизнеса, да, газа-бизнеса, да? Это мечты, я думаю, что это мечты. А скажи вот нам честно, вот чем ты хотел бы заниматься в этой жизни? Потому что я сам не знаю. Дискотекой. Дискотекой. На это мы и поставим точку, да. Я надеюсь, не аварии? Да. Не аварии. Не аварии, да. Я надеюсь, не аварии. Продолжение следует...